Севастополь. Здесь и сейчас. Это первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ерыгин. Денис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Спасибо, что нашли время к нам заглянуть и рассказать. О чем же будем рассказывать? Через несколько дней наступит лето, школьники уже сдают ЕГЭ и совсем скоро станут студентами. Расскажите, пожалуйста, как будет проходить приемная кампания СМГУ в этом году и ждать ли нам каких-то новшеств? Спасибо, что пригласили. В этом году, в 2023-м, приемная кампания в основном будет проходить по тем же правилам, что и в прошлом году. Основных таких крупных нововведений не планируется, но есть ряд нововведений, о которых сейчас расскажу. Первое нововведение – то, что поступление будет в этом году по так называемому высшему приоритету. Что такое высший приоритет? При подаче документов и выборе направлений абитуриенты должны будут расставить приоритеты в своем заявлении о поступлении в соответствии со своими предпочтениями. Это очень ответственный этап, так как после окончания приема документов и публикации конкурсных списков изменить приоритет будет уже невозможно. После подачи абитуриентам оригинала документа об образовании приемная комиссия определяет, по каким направлениям абитуриент проходит на бюджет. Если таких направлений несколько, выбирается то, чей приоритет будет самым высоким, то есть наивысший. И по окончании периода подачи оригинала документов абитуриент будет зачислен на направлении с высшим приоритетом. Приемная кампания у нас начинается, как и в прошлом году, с 20 июня стартует. Совсем скоро. Да, да. И вот еще одно нововведение, которое в прошлом году было, в этом году министерство отменило, это теперь абитуриенту не надо будет подавать согласие о зачислении. В этом году его отменили. Это упростить, да, процедуру? Упростить процедуру, да. Битурент принесет оригинал документов, напишет свои приоритеты и будет готов к поступлению. Но либо по ЕГЭ, либо по внутренним вступительным испытаниям. Да, вот, кстати, второй мой вопрос. Как в этом году, вернее, смотрите, будет ли университет организовывать дополнительные испытания, или все-таки будет достаточно просто результатов ЕГЭ? Ну, дополнительные испытания законодательства предусмотрены только для ряда направлений подготовки. В нашем университете это на журналистике надо будет написать эссе, не ЕГЭ. На дизайне и архитектуре нарисовать, то есть рисунок с элементами черчения. И на педагогическом образовании профиль физической культуры и спорт надо будет сдать основу физической подготовки. По остальным всем предметам сдаётся ЕГЭ. Но есть ряд категорий абитуриентов, такие как выпускники СПО, среднепрофессионального образования, дети участников спецоперации и иностранные абитуриенты, они сдают наши внутренние вступительные испытания. Но если есть у них ЕГЭ, мы можем зачесть ЕГЭ или внутренние вступительные испытания на их усмотрение. Может быть выбор, да, сделан либо так, либо так. Вступительные испытания это экзамен в классическом понимании, правильно я понимаю? Да. Ну, кроме вот спортивных и тех, которые вы уже сейчас описали, действительно такие узконаправленные специальности. Расскажите, пожалуйста, сколько студентов планируется принять в этом году и о льготах при поступлении. Вы уже начали немножко, давайте продолжим эту тему. Да, в этом году количество мест, как и в прошлом году, практически такое же, бюджетных, мы говорим только о бюджетных местах, финансируемых, которым государством. На бакалавриат и специалитет у нас в этом году будет уже выделено 1855 мест. Это очень много, это много мест. Мы гордимся, что нам министерство так поддерживает и выделяет такое большое количество мест. В магистратуру 603 места, в аспирантуру 8 мест, в колледж среднепрофессиональное образование будет выделено 170 мест. И в наш лицей, у нас есть лицей, школа 10-11 класс, при финансировании правительственного города Севастополя, нам будет выделено порядка 150 мест. Так, а вот о льготах при поступлении вы уже начали говорить, да? Да, да. Специальные военные операции, да, дети, участников, кто еще имеет льготы? Да, категория льгот очень обширна, на нашем сайте можно ознакомиться. Там льгот порядка 30 льгот различного типа. Но я оставлюсь на основных льготах. Первая льгота – это особая квота, особая квота – это инвалиды и сироты. Инвалиды, сироты и ветераны боевых действий. Вот для них есть определенное количество бюджетных мест, у них свой конкурс, они на них претендуют, проходят. Если вдруг они не проходят по этой квоте, по особой квоте, они участвуют в общем конкурсе, могут перебросить свои результаты в общий конкурс. Также существует отдельная квота, впервые выделена в этом году, это еще одно нововведение, для героев России, для кавалеров трех орденов мужества и детей, участников СВО. У них тоже свой конкурс, тоже от КЦП выделяется 10% мест, и 10% мест выделяется для этой категории граждан. И традиционная целевая квота. Целевая квота – это по заказу работодателя. По заказу работодателя из бюджетных мест мы выделяем от 5 до 80% бюджетных мест для целевиков. Вот в этом году у нас правительство города Севастополя заказывает подготовку медиков, о чем мы, наверное, позднее с вами поговорим. Обязательно, конечно. И для лицея тоже, целевая квота, но это отдельная категория. Да, давайте, конечно, поговорим о… Институт фундаментальной медицины и здоровья сбережения, называется правильно, это направление новое для СФГУ. Какие направления подготовки будут открыты, кого будете принимать, и расскажите поподробнее, кто будет преподавать, как решится вопрос с техническим оснащением? Да, в прошлом году действительно мы открыли новое направление подготовки, пролицензировали новое направление подготовки, такие как сестринское дело, медицинская биофизика, медицинская кибернетика и, самое главное, лечебное дело. На направление лечебное дело правительство Севастополя нам выделяет грант в размере 50 мест для ребят, тоже целевое обучение, и в этом году мы впервые примем 50 человек по направлению от города Севастополя для подготовки врачей. Да, обучение будет проходить у нас по адресу Курчатова 7, это на северной стороне, в большом историческом главном корпусе. Там уже готовятся лаборатории, закуплено новое оборудование. Самое удивительное, что у нас очень много откликов от желающих преподавать на этих направлениях подготовки. Даже так? Ага, желающих много. Да, из нашего города очень много врачей, которые имеют ученую степень и ученое звание и выразили желание преподавать. Сейчас около 100 заявок от врачей нашего города для преподавания по предметам в следующем году. На следующем году у нас не так много врачебных предметов, у них первые курсы идут, общая подготовка, это анатомия будет и гистология, такие спецпредметы. А уже на втором курсе через год уже пойдет больше спецпредметов и пойдет набор педагогов уже на спецпредметы. База практики нам правительство города Севастополя тоже совместно с Департаментом здравоохранения выделила базу практики. Это горбольницы нашего города. Мы заключили уже договоры с этими больницами, где в настоящее время уже развита работа по базе. Это морги, это определенные лаборатории, где наши студенты будут проходить практические навыки. Понятно, что мы у себя в лабораториях не можем разместить такое оборудование, которое есть в больницах, поэтому по договору практические занятия будут проходить у нас в больнице. То есть прямо уже даже после первого курса, на первом курсе уже, да, так сказать, смогут ощутить полный мир, и как-то соприкоснуться с медицинским таким миром. Направление подготовки вы сказали несколько. Кого вы выпустите? Кто это будет? Ну, естественное дело, это врачи, это медсестры высшей квалификации. Мы у нас уже медсестры высшей квалификации, куда будут поступать к нам ребята, которые закончат наш колледж медицинский. Ну, и все желающие, естественно, не только те, кто закончат этот колледж наш. Также лечебное дело – это врачи. Врачи профиля самого широкого. Когда будет узкий профиль, это ординатура называется. Там уже пойдут у нас врачи, там, остеопаты. А сейчас врач-терапевт. Врач-терапевт, так. Медицинская кемернетика и медицинская биофизика, эти направления подготовки у нас заточены на подготовку врачей, которые будут работать с оборудованием. Врачи, которые проводят рентген, МРТ и остальное сложное оборудование, которое будет обслуживаться этими врачами, которыми мы будем с вами подготавливать. Да, для оборудования действительно сложное. Чтобы его освоить, да, нужно тоже пройти определенную серьезную подготовку. Так, вы сказали, да, что будет принято 50 студентов по гранту правительства. Будут ли для них еще специальные экзамены какие-то предусмотрены? Или это по результатам ЕГЭ будет прием? Да, конечно. Как я сказал уже выше, что у нас результаты ЕГЭ будут обязательны. Но если это иностранные граждане будут поступать к нам, или дети участников спецоперации, или выпускники медицинского колледжа нашего с вами, или любого колледжа, не обязательно медицинского, они сдают наши внутренние вступительные испытания. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Вы упомянули абитуриентов из зарубежных стран. Из каких стран учатся у нас студенты? Расскажите, пожалуйста. Ну, в настоящее время у нас обучение проходят ребята из 37 стран мира. Чего себе! Да, ну, в основном страны СНГ, практически все представленные бывшие республики Советского Союза. И Африка, Азия. Есть ребята из Германии, есть ребята из Бразилии, из Аргентины, ну, из Латинской Америки тоже есть ребята. Такой вот международный у нас университет. Дорогие радиослушатели, близится небольшой перерыв на рекламу, после которого мы продолжим беседу. Успели уже обсудить приемную кампанию этого года в СевГУ, а также новое медицинское направление. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Севастополь. Здесь и сейчас. Севастополь. Здесь и сейчас. Снова здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передачи «Севастополь. Здесь и сейчас». У микрофона Ирина Жабоедова, а в гостях у нас сегодня первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин. Денис Викторович, снова здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню нашим слушателям, что все программы можно будет послушать в записи, в удобное для вас время. Заходите на сайт radiokp.ru, забивайте в поиск «Севастополь», и сегодняшняя программа тоже скоро там появится. Также напомню, что всю самую актуальную, полезную информацию вы всегда можете найти в наших социальных сетях – в Телеграмм Комсомока в Севастополе, а также группу ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, с нами интересно. У нас очень сегодня интересная беседа, и мы ее продолжим. Говорим о приемной кампании в СевГУ, все то, о чем хотят знать аппетриенты и их родители, конечно же. Уже рассказали о медицинском направлении достаточно подробно. Денис Викторович, откроются ли в этом году еще другие новые направления подготовки? Да, в этом году мы получили лицензии на ряд новых направлений, и уже будем в этом году осуществлять набор. Такие направления, как инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта, управление водным транспортом, тоже новое направление в нашем университете. По просьбе правительства города Севастополя мы открываем новое направление реставрация бакалавриата, новое направление бакалавриата открываем востоковедение и африканистика, медицинские три направления, как я уже ранее сказал, и новое направление экономическая безопасность. И по запросу наших правоохранительных органов мы открываем специально новое направление специалитета. Специалитета, пятилетнее обучение, судебная и прокурорская деятельность. Такие новые направления. Интересно. С каждым годом все больше и больше направлений. Наверное, уже скоро не останется направлений, которых и нет. Все в ГУ. Можно учиться практически на кого угодно. На классический университет. Настоящий университет. Это радует, да. Скажите, пожалуйста, какие все-таки специальности наиболее востребованы сегодня и где существует большой конкурс? Да, ну я ни для кого не секрет, что традиционно во всех вузах, не только в нашем университете, это, естественно, юриспруденция. У нас на юриспруденцию в прошлом году было 128 человек на место. Ничего себе. Реклама и связь с общественностью – 111 человек на место. Журналистика – 43 человека на место. Государственное муниципальное управление, социология, информационная безопасность, история, переводчики, психологи, финансисты. Вот такие направления у нас. Инженерные, к сожалению, ни одно инженерное направление у нас в топ-15 не попало. Но мы надеемся, что все-таки в будущем и в этом году к нам придут инженеры, и направления будут востребованы. Да, тоже очень надеемся. Вы знаете, как интересно, да, с каждым годом, может быть, там, два-три года меняются вот эти вот приоритеты, да, то одно направление там самым популярным становится, то другое. Ну, у вас действительно с каждым годом все больше и больше их, и конкурс, вы говорите, да, тоже не уменьшается вот в этом году в том числе. Да, 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 конкурс у нас все выше и выше с каждым годом, и балл ЕГЭ у нас растет, более сильные ребята к нам приходят. Получается более такой четкий отбор, и нужно лучше стараться, чего всем абитуриентам и желаем. Желаем замечательно сдать все экзамены. Давайте поговорим о лицеи. На базе СФГУ существуют лицеи и другие подготовительные курсы. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как можно записаться. Да, на базе университета существует лицей, который осуществляет обучение старшеклассников 10-11 классы по различным профилям. Второй год подряд осуществляется набор по трем профилям – технологическому, естественно-научному и гуманитарному. Критерием востребованности является конкурс при поступлении в лицей. В прошлом году конкурс составил 3 человека на место. Обучение проводится только на бесплатной основе. Финансирование за счет правительства города Севастополя. И конкурс есть при этом? Да, очень сильные ребята к нам приходят. Ребята уже стали победителями и Олимпиад, и всероссийских Олимпиад, и региональных Олимпиад. Сильные ребята, мы ими гордимся. Также университет проводит курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, которые ведут преподаватели в наши профильных кафедры. Существуют различные по длительности варианты подготовки от 10 месяцев до 2 недель – краткосрочные курсы. Данные курсы являются коммерческими, естественно, и дают качественную подготовку государственным экзаменам. Записаться на курсы можно на нашем сайте в разделе абитуриент. И набор на эти курсы, он до какого-то числа или можно записаться в принципе в любое время? В любое время можно записаться, да. По мере формирования групп, да, группа формируется, мы запускаем. Денис Викторович, впереди летняя практика для тех, кто уже стал студентом, да, для тех, кто учится. Расскажите, пожалуйста, где студенты СФГУ могут проходить практику и какие есть возможности? Да, на сегодняшний день подписано с нами более 1120 договоров на практику с предприятиями. Индустриальными и академическими партнерами. Студенты проходят практику на предприятиях в соответствии с профилем обучения, так как у нас порядка 140 программ, а профилей еще больше. Поэтому, естественно, и место прохождения практик студентов колоссальное. Например, студенты ядерного института у нас проходят практику в Росэнергоатоме, проходят на Севмаше, в Севастопольской, в нашей Симферопольской ТЭСах. Студенты института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем проходят практику в корпорации Ростех, в концерне ВКО «Алмаз Коралл», в объединенной судостроительной компании «Коралл», «Севастополь Энерго», в различных других ассоциациях и предприятиях. Кроме того, постоянной базой практики в многих специальностях является правительство Севастополя и все контролирующие органы города. У нас большой запрос из IT-компании города на наших айтишников. Ребята без работы не остаются, и у нас трудоустройство по окончании составляет порядка 95% наших студентов. То есть компании уже заранее себе, можно сказать, присматривают, подбирают кадры будущего? Да, со второго курса. У нас со второго курса уже компании заходят в университет и отбирают ребят, и ребята со второго курса. Вот в этом году уже была ярмарка трудоустройства, ярмарка вакансий, где не только выпускники, но и студенты еще учащиеся, как раз были отобраны уже второкурсники на предприятия города нашего. Там же проходит практику. Главное, чтобы получалось у них совмещать учебу, работу, практику. Ну, в общем, я думаю, что все будет в порядке, ребята молодцы. Гордость берет за наших студентов, приятно. А существует ли сегодня обмен между вашим университетом и другими университетами страны? Да, у нас порядка 30 горов с различными университетами нашей страны. С Санкт-Петербургским госуниверситетом, Балтийским федеральным университетом, Дальневосточным федеральным университетом. По различным направлениям подготовки тут долго перечислять. Но чем хороши вот эти обмены студентами, то, что наши студенты могут поехать, например, в МИФИ, Московский институт, физический институт, на ряд дисциплин, пройти их там физику, послушать у ведущих профессоров в области физики, вернуться к нам, пройти вторую часть физики, получить там оценку, у нас оценку, перезачёты получить и в итоге сдать зачёты экзамен двум комиссиям, и МИФИ-комиссии, и нашей комиссии, и тем самым подчеркнуть вот эти знания, которые, может, наши педагоги не могут дать, а могут дать МИФИ. А также МИФИшные студенты что-то могут подчеркнуть у нас, у наших преподавателей. Поэтому у нас всесторонний обмен. По социологии у нас обмен по направлению с Санкт-Петербургским госуниверситетом. Наши магистры выезжают в Санкт-Петербург, проходят определённые дисциплины, возвращаются к нам, продолжают обучение, а также студенты Санкт-Петербургского госуниверситета приезжают к нам, проходят у нас обучение и возвращаются к себе. То есть обмен студентами, обмен знаниями, обмен преподавателями. А как студенту попасть в эту программу обмена? но наверняка какой-то тоже есть отбор, да, вы же там предлагаете, наверное, самым успешным студентам поехать, допустим, в Санкт-Петербург. В процессе обучения студенты сами выбирают, хотят они поступать на такую программу, не хотят они поступать на эту программу. То есть это свободный выбор, совершенно отбора никакого не ведем на ряд направлений. Конечно, в МИФИ мы отбирали лучших студентов, которые туда поехали, у которых средний балл по физике больше четырех, поэтому туда поехали наиболее сильные студенты, да. Но ряд направлений у нас все желающие могут записаться и пойти по обмену в другой университет. Замечательно, можно еще и попутешествовать таким образом, немножко проширить свои горизонты, побывать где-то. Попутешествовать студенты у нас могут, согласно нашей молодежной политике, у нас очень много различных выездов для студентов по всей России. Сейчас, в следующий момент, у нас около 12 групп студентов находятся в различных выездах в России, на мероприятиях. Вот сейчас на Тавриду уехали, уехали сейчас в Калмыкию, уехали в Сочи, группу студентов в Москву, в Питер. Вы так хорошо рассказываете, прям самой захотелось обратно в университет. Сейчас много возможностей для студентов. Согласно тому, они уже выиграют гранты у нас еще. Сейчас позже про это поговорим, по грантам студенческим. Буквально минутка остается, да, расскажите, пожалуйста, о грантах. Да, в этом году у нас студенты выиграли, стали победителем всероссийского конкурса «Студенческий стартап». 9 студентов. Это большое достижение для нашего университета. Не буду говорить, какие проекты. От универсальной АЭР-платформы до проекта «Морской бой» в VR, до разработка программного обеспечения. И ребята получили грант, порядка 1 миллион рублей для разработки этих проектов. И по проекту этим грантам они тоже могут путешествовать, как я уже сказал, и обмениваться опытом с другими вузами и с другими студентами по этому гранту. Дорогие радиослушатели, сколько возможностей у студентов с ЕФГУ. Неудивительно, что такой большой конкурс. Каждый год становится все больше и больше студентов. Близится наша передача к завершению. Денис Викторович, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Дорогие радиослушатели, услышимся с вами завтра на 107.7 FM. До свидания. Севастополь здесь и сейчас.